Всем привет! В эфире Динамовская галерея. Сегодня смотрим несколько любопытнейших предметов, связанных с историей московского Динамо. Ну и несколько новинок, последних. С ними тоже познакомимся. Итак, начали. Первый конверт. Пришел он из Москвы, я уже не буду показывать. И вот такой вот редкий довольно вымпелок. Вымпелок, московская Динамо, еще старый логотип, 2003 год. Автомобильный вымпел. Можно вешать туда, можно вешать в другие какие-то места. Очень даже симпатичный. Дальше. Следующий конверт. Московская область, Матищинский район. Тоже вымпел. Вот такой вот. Это история. Посмотрите. 51-й чемпионат Советского Союза. Матчевый вымпел. Динамо Москва не в Чебаку. 18 апреля 1988 года. И посмотрите на обратной стороне вот такой вот логотип. Редко встречается. Но он у меня встречается еще на буклете празднования серебряных медалей в 1987 году. То есть вот этот логотип уже на этом буклете есть. Вот он встречается еще здесь. Такая эмблема. Эмблема Динамо. Следующая, следующая наша конверт. Вот он. Это Светлановский проспект Санкт-Петербург. Смотрим, что здесь. Это новинка. Новинка. Вот такие вот календарики к чемпионату мира по футболу. Выпущены были. И значит на календарике изображен Лев Иванович Яшин. И подпись здесь такая, что великий галкипер из Советского Союза. Так что вот такой календарик в коллекцию для меня. И несколько штук я взял. Тоже можно будет меняться. Если кому-то нужен этот календарик, обращайтесь ко мне. Поменяемся на что-нибудь. Дальше. Продолжаем. Продолжаем. Дальше. Значки. Здесь значки. Несколько значков. Итак, начнем. Вот это старый значок Динамо с флагом. Такого у меня не было. Следующий значок. Вот такой у меня был. Я его взял для своего товарища. Флаг тоже Динамо. И вот три новинки. Совершенно свежие знаки. Итак, первый значок. А, нет, не совсем. Вот это чемпионат России 2008 год. И бронзовым призером было Динамо. А вот два свежих знака. Российская премьер-лига 17-18. Это прошло год. Нет, почему же. 18-19. Эмблема с медведем. Посмотрите. Вот она. Да-да-да. Новый, новый совершенно знак. Так вот он выглядит. На цанге. И из этой же серии знак со логотипами всех клубов премьер-лиги. Это как раз прошлый сезон 17-18. Вот. Такой значок еще я достал. Ну вот. Такие новинки по значкам. Продолжаем нашу экскурсию. И приближаемся к уже более раритетным вещам. Такой конверт. Пришел он из Москвы. И вот это вот. Вот это вот такая программка. Торпеда Москва. Динамо Москва. 7 августа 98 года. День моего рождения. Значит. Игра с торпеда. Официальная программка. Значит. Теперь в моей коллекции есть. Не знаю. Говорить или нет. Был у меня тут. В прошлом видео рассказ о программке. Такой. Тоже этого сезона. Сторпеда Зил. Динамо Москва играла. Сторпеда Зил в кубке. Тираж той программки был практически. Он не был пущен в продажу. Там что-то было вроде как. Я рассказывал об этом. Вроде там тираж не выкупили. Несколько программ только осталось. Остальное уничтожили. Программка продалась за 100 долларов. В то время это было примерно так, как сейчас. Наверное тысяча-полторы. Естественно я ее не купил. Но в прошлом видео я эту программку представил. Выясняется, что это скорее всего подделка. Потому что купить сейчас за совершенно небольшие деньги оригинал вряд ли возможно. Вот эта подделка или нет, я не знаю. Я надеюсь, что это оригинальная программка. Хотя тоже 20 лет я ее не мог найти. Значит тоже редкость. Посмотрим. Опять же, если у вас есть какие-то предложения по поводу того, что настоящая она или нет, можете тоже писать мне в комментарии. Или заходите в нашу Динамовскую галерее. И там обсудим, насколько эта программка настоящая или нет. Я, естественно, выложу там сканы этой программки. Могу все отсканировать, могу частично. То есть заходите в Динамовскую галерею, выясним, оригинал это или нет. Поехали дальше. И следующий, последний на сегодня экспонат, самый дорогой для меня. Я думаю, что он дорогой и для вас, вам покажется самым. Вот такой вот пригласительный билет. Раритетный пригласительный билет. Тут автографы Геннадий Еврюжихин, Владимир Козлов расписались. И пригласительный билет на празднование вручения золотых медалей футбольной команде «Динамо Москва» 1976 год. Посмотрите, как это выглядит красиво. Вот так вот, да. Ну и вечер состоится 9 сентября 1976 года. Вот такая вот надпись. Приятный буклетик, да еще и с фотографией клуба, да еще и с автографами звезд команды. В общем, золотой сезон 76. У меня пополнилась коллекция, связанная с этим событием, таким вот пригласительным билетом. Вот на этом на сегодня все. Смотрите наш видеоканал, мой видеоканал. И заходите к нам в «Динамовскую галерею». Ссылка в описании к этому видео. Спасибо за внимание. Коллекционируйте предметы, связанные с московским «Динамо». И болейте за нашу любимую команду «Динамо Москва». Удачи!